Добрый вечер. Прямой эфир. Он будет повторяться в записи. Телефоны, можете не звонить, потому что у нас мало времени, а мне нужно о многом спросить моего гостя. Эта передача должна была быть вчера. Она была состояться вчера. Состоялась ее первая часть с волонтером, общественником Павлом Павлом Арчуком. А вторая часть должна была состояться с моим сегодняшним гостем Анатолием Анатольевичем Садовниковым. Здравствуйте. Анатолий Анатольевич, председатель постоянной комиссии облсовета и депутата областного совета по здравоохранению и социальной помощи. То есть та тема, которая вчера у нас звучала в эфире с Павлом Павлом Арчуком. Программа называлась «Нездоровый конфликт» и касалась конфликта, который сегодня существует между чиновниками Министерства здравоохранения, в лице даже исполняющей обязанности министра Ульяны Супрун и ведущими медиками нашей страны. Будем говорить медиками из первого ряда, руководителями специализированных медицинских учреждений, институтов, таких как институт онкологии, институт сердца и так далее и тому подобное. Я не буду дальше распространяться по поводу вчерашней программы, потому что ее можно увидеть в интернете, она выложена на сайте медиа-информа. А тему «Нездоровый конфликт-2» мы продолжаем сегодня с Анатолием Анатольевичем. Анатолий Анатольевич пришел сегодня, потому что вчера, и я забыл об этом сказать, у него был гипертонический кризис. Извините, я это должен сказать. Да. И первым, кто позвонил после того, как вышла моя программа с Павлом Марчуком, был Анатолий Анатольевич. Он сказал, завтра я приду. Честно говоря, после такого, прямо скажем, нездорового дня, я не хотел настаивать. Но пришел. Спасибо. Ну, а теперь к делу. Да, но хотелось, чтобы вы меня звали не только проблемные передачи, проблемные вопросы, что-то и хорошее было бы. Давайте закончим сегодня как-то, хорошо передачу. Закончим обязательно хорошо, если по теме, по поводу конфликта, который назрел в МОЗе. Он не только в МОЗе назрел, он во всех региональных представительствах, я думаю, в большей части Украины. Примерно такая же ситуация, потому что, с одной стороны, можно понять и Бориса Тадурова, который является заслуженным доктором не только на Украине, и во многих европейских сообществах, американских. И он, как руководитель крупного учреждения, он должен настаивать свои интересы, интересы своих подчиненных, интересы своих пациентов, которые обращаются за его, скажем так, высоким профессионализмом. Поэтому его в этом плане можно понять. Можно понять и сторону министерства, которое как бы должно производить... Простите, я уточню, Борис Тадуров, это директор института сердца, ведущий нейрохирург нашей страны. Человек, который делает уникальные операции на сердце и практически, будем говорить, спасает почти уже безнадежных больных. Так оно и есть на самом деле. Мало того, человек еще успевает заниматься и наукой, и взрастил большую школу хирургов, которые работают по всему миру. И я, опять же, подчеркиваю, как руководитель, я тоже являюсь руководителем, его сторону можно понять. Можно понять и сторону министерства, которые пытаются сделать закупки более прозрачными, сэкономить бюджетные деньги и как-то пустить их в правильное русло. Но. Здесь есть одно но. А в этот период, когда будут происходить закупки, которые постоянно затягиваются в этой стране, деньги выводятся за границу через какие-то там агентства, на волне патриотизма, делаются больше прозрачными, и потом по году 4 миллиарда висит где-нибудь на каких-то счетах за границей, потому что вовремя не составили номенклатуру, еще что-то. Ну, там ряд бюрократических проволочек. Но еще есть тендеры. Да, я же об этом и говорю. А что делать людям в этот период? Вот эти 3-6 месяцев люди останутся полностью без высококвалифицированной специализированной помощи, которая оказывается на третьем уровне. Третий уровень – это областные больницы и высокоспециализированные институты, нейрохирургии, как вы сказали, кардиохирургии. Ну, для того, чтобы зрители поняли, это крайние случаи. Да, это когда уже человеку уже некуда деваться, и у него нет уже истощены, скажем так, уже все ресурсы человеческие и материальные, в том числе, эмоциональные. И, ну, то есть это только там смогут помочь и оказать помощь. Никто не отменял нашу конституцию, закон об ургентной помощи, он еще существует. И, как правило, в большей степени там не плановые операции, бывают и чаще и ургентные операции. Вот, как он ставил пример, если у человека пульс 20, естественно, надо ставить кардиостимулятор, которого нет, или это бактериальная эндокоративная. Выучите, пожалуйста. Вы специалист. Вы сейчас нас забросаете терминами, а нас интересует несколько по-другому. Нас интересует все, что касается действительно реальной, социальной, я имею в виду медицинской социальной, а это медицинская социальная помощь. Все знают, не все знают, мало кто знает, что областной совет в бюджет этого года вложил на медицинское обслуживание сумму, которую никогда не вкладывал. Да, это так. Это стоило больших нервов, естественно, большой работы комиссии, которую возглавляет Анатолий Анатольевич, его нервов. И, естественно, этот бюджет был принят на сессии областного совета. Ну, теперь рассказывайте дальше, что произошло. Давайте мы закончим с Борисом Тадуровым и что произошло в МОЗ. Знаете, тут как бы сложно давать советы и одной, и другой стороне, но называть Бориса Тадурова условно... Коррупционером. Коррупционер. Все сразу стали коррупционерами, все уже сепаратисты и все остальное. Пора заканчивает вот эти вот лозунги. Ну, если коррупционер еще как-то можно понимать, потому что коррупция, понятно, да, то всякие политические вот эти подкладки вроде сепаратизма и подобных вещей... Так вот, когда на медицинских вопросах и на социальных вопросах люди начинают играться в политику, то это не заканчивается ни для кого хорошо. Я имею в виду ни для руководства, ни для врачей практикующих, тем более для пациентов. Но страдая в конечном итоге только пациент. И это заканчивается, как правило, если мы говорим о тяжелых патологиях, это заканчивается смертью. Смертью людей. А ничего больше, здоровье, жизнь, это самое главное, что может быть. Можно было бы найти такое вот как-то мерило. Да вы объявляете на 300, на 400, на 4 миллиарда, там сколько угодно торги. Но вот этот вот короткий промежуток времени проведите хотя бы на тот период, который останется у вас безучетным, проведите торги. Объясните, пожалуйста, ведь сегодня разговор идет о том, что все, что связано с закупками медикаментов, будет закупать международные организации. Но если мы не в состоянии сами это все купить, нам ничего не мешает по нашему законодательству обратиться к прямому поставщику. Есть прямые контракты. Я не буду вникать в бухгалтерию и все остальное. Зачем вот это вот зауализированные, какие как бы вроде прозрачные, но в то же время непрозрачные, несложно давать советы. Давайте вернемся к областным программам, которые у нас... Так вот, какая сумма выделена сегодня? Смотрите, ну прежде чем началась наша деятельность, как условно там депутаты в нашей медицинской комиссии, не все люди с профильным образованием, тем не менее все с района, все понимают ту проблему, которая существует на данный момент. Ну, условно, она стоит не так остро в городе, потому что все на своих местах, а в области, в районные больницы, скажем так, и кадры, и их отсутствие, и материально-техническая база отсутствия лекарств. Естественно, страдает и первичная помощь, и вторичная. И люди, как правило, у людей нету средств даже, чтобы дойти. Поэтому элементарно делается просто, ну как, по каким критериям это все оценивать. Берется элементарная статистика, и мы смотрим показатели рождаемости, смертности, и по каким нозологиям это все идет. Никто не отменял эту статистику, тем более медицинскую. Мы смотрим, в первую очередь, 60-70% это сердечно-сосудистые заболевания, это детская смертность, материнская смертность, это ВИЧ, туберкулез, СПИД, естественно, онкология и все остальное. Ребята, хорошо, дальнейшие шаги. Что для этого надо, чтобы как-то изменить эти показатели, улучшить качество жизни? А статистика очень плохая. Она кричащая. Если я сейчас буду называть цифры, то это просто, ну я не могу этого делать, потому что они просто кричащие. Мы впервые за многие годы существования этой медицинской статистики в Одессе, мы вырвались в лидеры по детской, материнской смертности. Если по СПИДу и по ВИЧу я вам скажу, ну это независимо от социального статуса людей, я еще раз говорю, независимо от социального статуса людей, через 10 лет, при таких темпах роста, если мы не будем обращать на это внимание, каждый второй житель Одессы и Одесской области будет заражен этим заболеванием. На это надо обратить внимание, уже сделать какие-то меры надо. Онкология. Ну это колоссальный провал, который оборудование не обновлялось лет так 15-18, где-то так. Дальше. Это при том, что каждые три года примерно, да, появляются новые, совершенно новые. Да, вы знаете, с кадрами там как раз намного они идут впереди, потому что высокопрофессиональное, понимаете, с оборудованием, с хорошим инструментальной базой сделает любое. Вы попробуете без нормального качества. Это обычная наша практика. Да, это, к сожалению, обычная практика. Но, тем не менее, это надо было улучшить, потому что, прежде чем дойти до операционного стола, если больной в этом нуждается, то они должны были пройти несколько инстанций, скажем так, не в очень хорошем состоянии, и все круги года, скажем так, пройти. Поэтому уделялось, в первую очередь, в программу здоровья были закинуты деньги. Вдумайтесь в суммы, 29 миллионов это на закупку оборудования. Я подчеркиваю, впервые в истории, наверное, этого онкодиспансера за все годы независимости Украины. Около 15 миллионов на препараты, онкопрепараты. Это уже сон. Это только для онкодиспансера? Это только онкодиспансера. Программу детской материнской смертности, которую Светлана Галича правильно подняла эту тему, это просто уже боль человека. Потому что не только ее, как профессора, как преподавателя, как научного деятельного и практикующего доктора, подчеркиваю, в том числе, это боль абсолютно всех сотрудников, начиная до санитарки. Потому что, когда проходила сессию, мне было приятно, и я с пониманием отношусь к этому, все сотрудники, даже вот учитывая средний, мой младший медперсонал, они смотрели эту сессию. Пройдет или не пройдет? Потому что, как выйти доктору, потом сказать, ваши близкие, родные умерли, мы там не справились с тяжелой патологией, потому что у меня нет у кого-то лекарства, или у меня аппарат, который отключается монитор, останавливается там дыхательная аппаратура, еще что-нибудь. Она изношена, ресурс уже просто истощен. Поэтому, как минимум, есть кадры, которые еще не ушли, дайте им инструменты для реализации хотя бы своих навыков для применения этого всего, потому что речь идет о человеческой жизни. Ну, это что может быть с ценой? Так вот, 29 миллионов практически в закупку. Да, вообще сумма сколько выделено? Это около 100 миллионов. Это выделено. Послушайте, это программу мы закинули. Эти деньги, это... Но, где она утверждена? Она утверждена. Это к исполнению. Депутаты. Да. По закону децентрализации обо всем. Ну, там разговоры. Да, инстанция, которая решает. Это проходит, да. Проходит через профильную комиссию, через бюджетную комиссию. То есть, абсолютно, они защищаются, эти программы. Причем, как они защищались? Мы ощутили на себе колоссальное сопротивление со стороны администрации. Ну, ребят, предложите что-нибудь. Дайте программу. Ну, вот вам. Подождите, тут же не соответствуют данные. Поэтому пошли немножко другим путем. Мы просто брали практикующих врачей. Условно, это заведующий реанимацией. Главный врач этого учреждения. Мы не ссылались на администрацию, условно, на здрав, который, ну, слово непрофессиональное, так будет мягко сказано. Они творили эти чудеса и подавали эти программы на утверждение. Нет. Мы пошли снизу и спрашивали практикующего. А тебе вот монитор нужен вот такой, такой, такой. То есть, они сами делали эти программы, они их утверждали. Нам для того, чтобы сделать лучший результат, надо вот это вот, это вот. Колоссальное сопротивление. Ну, ничего. Приняли эти программы. Все, работаем. Май месяц. У вас есть время провести торги и все остальное. Торги и ныне там. В большей степени все эти программы, они просто не прошли. Они не прошли, потому что их не подписал кто-то. Потому что, да, должно быть распоряджение, которое подписывается. А тут мы видим коррупционную связь, а тут мы видим то, а тут мы ничего не видим. Мы не можем объяснить, что мы видим. Вот, в частности, по онкологии. Мы будем закупать линейный ускоритель. Ну, для того, чтобы закупить линейный ускоритель, надо выговорить это слово, хотя бы понимая, что это такое. Ну, для тех, скажем так, сотрудников и руководителей нашего областного здравоохранения, это то же самое, что коллайдер. Вот для них то же самое ускоритель. Потому что для него нужны технические условия, обучение персонала. И во временном интервале это занимает, ну, порядка, ну, двух лет. Это когда все хорошо. Есть деньги, сотрудники, все технические, медицинские параметры, все соблюдено. И колоссальная сумма денег, ну, минимум это стоило 2,5 миллиона евро. Я уже, потому что доллар быстро скачал. Минимум. Денег этих нет. Но мы будем ставить сегодня. А мне что, сказать людям, вот просто речь о чем шла. Просто надо было старый, да, действительно старый аппарат включить, есть ионизирующее излучение, облучение, скажем так, лучевая терапия, которую проходят у него больные. Есть химиотерапия, оперативное лечение и лучевая терапия, да. Так подождите, если ее нет, то заканчивается зарядка. Старая или не старая. Ну, давайте мы на этот промежуток сделаем эту перезарядку. Она стоит около 8,5 миллионов долларов. Единственная фирма, которая ее делает, она сотрудничает с нами. С немцами или с чехами. У вас есть время для подготовки этого. Свяжитесь с поставщиком. У вас 6-7 месяцев спокойно вы проведете торги. Мы не будем, мы будем покупать от коллайдер. Подождите, а в этот период мне что, поцепить вывеску на онкодиспансерию? Идите, вы умираете дома или что? Химии нету центральных поставок, да, которая должна обеспечиваться государством. Не проведена закупка препаратов, которые на химиотерапию идут с областного бюджета. И лучевую терапию мы выключаем. Подождите, что мы делаем? Вот поэтому отсюда идут и счета больным. Они закупают колоссальные суммы, идут на химию, на все остальное. Порой многие умирают, не доходят. Потому что при областном совете есть программа материальная помощь людям, которые попали в тяжелые скрутнистые новища, так скажем. Может быть, это колоссальная сумма, 11 миллионов мы выключили. Может быть, реформаторы объясняли это тем, ну реформаторы, да, называли себя реформаторами. И это, наверное, правильно, потому что они хотели все реформировать. Может быть, просто не понимали, куда реформировать. Хотя вот реформаторы, в общем-то, такое, можно говорить о многом и ни о чем. Может, они решили, что в связи с тем, что у нас медицинская вся отрасль, будем так говорить, построена в большинстве своем на теневой коммерческой основе, что она пока так и поживет, и так и просуществует. А мы вот купим такую почти атомную подводную лодку, которую будем получать медленно, осваивать медленно, а потом смотришь, и все и уплывем на ней. Может быть, так. Но, в принципе, я не понимаю философии. Я не понимаю сегодня, вот объясните мне, сегодня философии подхода к этому. Вы говорите о том, что целесообразно. Это разумно, я понимаю. Но все равно это выход из ситуации. Вы вынуждены сегодня выходить из ситуации почти патовой. Ну, да, практически патовой. А начать какую-то философию хотя бы небольшой перспективой возможно с перспективой того, что эта реформа, которая, как бы сейчас называется, медицинская, да, все-таки начнет движение куда-то, и будут образовываться какие-то медицинские центры и услуги, которые позволят сдвинуть это с мертвой точки, а не заниматься тем, что на всех уровнях спорить между медиками и чиновниками, чиновниками и медиками, и дело не двигается ни в какую сторону вообще. Если перестанут на социальных проблемах и на медицинских проблемах заниматься политикой, и заниматься политикой, будут заниматься профессионалы, будет толк. Если будет взаимопонимание между разными ветвями власти, я имею в виду, которые пишут законы, и исполнительная, и законодательная власть, будет понимание. Если пациенты будут вмешиваться, и тоже, как бы, опять же, пациенты, тут все права абсолютно даются, вот вспомните за врачей, повернитесь к ним немножко, тоже посмотрите, в каких условиях они работают, дайте им инструменты, потому что они работают действительно за копейки, это одна сторона этого вопроса. В ужасных условиях у них нету чем работать, и тем не менее они выполняют свой долг. Это здесь то же самое, что АТО, здесь та же самая война. Только там АТО были волонтеры, которые помогали, а здесь волонтеры, которые мешают. Есть большинство из них. Это вот эта революционная матрасня, скажем так, которая на пике вскочила в эти все сани, и пытаются рассказывать, и всех их приветствую, все нормально, все вокруг аукционеры, никто ничего не понимает, все виноваты попередники. В любом случае, я понимаю, но вот демагогия, вы сегодня возглавляете, вы первый медик, политик этого региона. Первый медик, политик этого региона. Хотелось бы быть медиком. Вы можете говорить о том, что вы медик, я не буду вам говорить о том, что вы первый медик, но вы первый медик-политик. Вы первый человек, кто может влиять, да, я понимаю, с ущербом для собственного здоровья, к величайшему сожалению. Но этого, может быть, и можно избежать, не принимая так близко к сердцу все, что вокруг. Но все-таки сегодня отношение к медицине плохое, вы же знаете. И со стороны власти, и со стороны народа, простите меня. Это правда. Сегодня все прекрасно понимают, что для того, чтобы получить лечение, нужно иметь большие деньги. Большие деньги. И это не гарантирует качество лечения, если так честно. Да, к сожалению, да. Поэтому структурно, я понимаю, сейчас начнут образовываться вот эти госпитальные округа, да. Но это область. В городе, вы говорите, что более-менее благополучно. Это по сравнению с тем, что ничего нет в области просто благополучно. Да нет, вы знаете, так как вы говорите, я часто посещаю и совещания в МОЗ, и другие мероприятия, связанные с медициной, слежу за законодательной базой. И там присутствуют люди из других регионов. Так я вам с полной уверенностью, потому что я представляю, доверяя делам, я с полной уверенностью могу сказать, если бы в Украине было отношение мэров городов, так как у нас в Одессе к медицине и к социалке, ну, наверное, у нас бы намного понизилась и смертность, и заболеваемость, острыми социальными заболеваниями и другими моментами. То количество денег, которое город тратит на социальные программы, и которое оно существует. Вы понимаете, бюджетных денег не хватает, вот на сегодняшний момент, я смотрю бюджет, их не хватает даже на содержание и на зарплату абсолютно обычного медицинского учреждения. Ну, вы поймите, что на 6 гривен нельзя лечить больного в сутки. Мы говорим о терапевтическом профиле, хирургическом профиле и других. Нельзя его кормить на 6 гривен, а были даже 2,80 и другие там имеют. Ну, всем понятно, что нельзя, да? Какой выход? Ну, вот какой выход? Перевод КУ в КП есть. Мы обещали зрителям, у нас подходит к концу какой-то оптимистический. Сегодня оптимистический. Оптимистический. Так смотрите, ну, половина из этих программ, они состоялись, Игорь Николаевич. В большей степени там как бы поломали торги, другие варианты. Но, тем не менее, областная больница, перинатальный центр, он получит оборудование порядка на 20 миллионов впервые за 15 лет. Получит. Он, как диспансер, получит оборудование тоже на миллионов 15-20. Мы не закончили эти программы, они будут продолжаться, мы будем оставить эти интересы. То есть уменьшится количество смертей. Уменьшится. Однозначно уменьшится. Я не буду даже сравнивать эту смертность у нас в Одесской области и в других областях то же самое, я общаюсь с людьми, со смертями, которые происходят в АТО. Но там война, а тут живые люди. От росписи какого-то бездаря чиновника зависит жизнь людей. Я повторял, даже у вас в студии неоднократно, я видел, как гибли люди на войне. А тут какие-то безобразования, без профиля, зато с революционными вот этими вот лозунгами, они будут распоряжаться судьями людей. Ну как? Ну это просто неправильно, этого не будет, просто не будет. Есть единое понимание абсолютно в областном совете. Медицину никто не будет трогать, все программы, которые будут по медицине, мы однозначно будем поддерживать. Потому что мы смотрим своим избирателям. Ну понятно. Слава богу, мне повезло, что я в Одессе. У меня этих проблем намного меньше, но тем не менее, как вы говорите, за всю область. Мы сегодня выделили, областной бюджет выделил деньги. Мы должны заканчивать, но еще две минуты. Областной бюджет, да, сотню или больше миллионов гривен. Тоже небольшая сумма в гривнах, это все, да. Не будем комментировать уже. Но выделил. Эти деньги не выданы и не будут, и не поступят, пока не подпишет областная администрация, насколько я понимаю. Бывшая областная администрация отказалась подписывать этот бюджет. В том числе и эти деньги. Таким образом, сегодня эти деньги зависли. Они, может быть я ошибаюсь, вы мне поправите. Они зависли. Они не реализованы. На них еще не объявлены тендеры, которые продолжаются даже в прозором виде. Где-то, по-моему, около двух месяцев. И в ближайшее будущее, сегодня, так сказать, на горизонте, где-то появляется примерно срок в полгода, когда эти средства могут быть реализованы конкретно в медицинские препараты. У меня, может быть, сложилось неправильное мнение. Ну, в целом, правильно. Я не буду комментировать там попередники, что у меня идет. Да, деньги заблокированы, но, мало того, в основном бюджет отдельной строчкой будет рассматривать бюджет на февральской сессии, на ближайший бюджет именно здравовский. Именно деньги, которые идут на медицин. Ничего не мешает сегодняшним чиновникам, реформаторам включить ту поточку, которая просто должна идти на содержание больницы. Это на элементарные вещи. Кислород, наркоз, просто бинты, ваты. Элементарные вещи, которые позволены нашим законодательствам по 3-часовому кашторосу пустить. Вы вдумайте, я не хочу, как я должен закончить на хорошей ноте, но, тем не менее, они только 16-го числа этого месяца открыли счета. И то, по вказивке их заставили просто открыть. О чем мы говорим? Основная часть наших областных учреждений вошла со скрытой кредиторской заборгованностью в этот год. Основная часть наших учреждений. Детская областная больница, ну, там вообще пусто, там ничего просто нет. Это успели на областную больницу, там еще выделить и все остальное. Все остальные. Ну, это ужас. Такой разрухи просто не было. Хотелось бы закончить хорошо. У меня очень большая надежда на нового губернатора. Потому что прагматичный человек с медицинским образованием, руководитель крупных предприятий. Наверное, найдет взаимопонимание, есть работа над ошибками, есть анализ. Потому что та команда, им было чем хуже, тем лучше. Это пиар. Вот на чем еще больше можно пиариться, чем как на медицине. Все плохо, плохо, плохо. Это все вот эти вот эти. Так сделайте что-нибудь. Нам давали рефераты, переведенные с польского, с английского языка. Каким-то троечниками, с грамматическими ошибками. Все остальное. Да, мы должны смотреть, что идет законодательное поле. Но тем не менее, в рамках Мисселоса нарядувания мы тоже можем творить и те же законы, постановы давать и выделять деньги с фонда развития, закрывать те дырки, чтобы не погибали люди, хотя бы элементарная вещь. И тем не менее, продолжать те программы, которые уже приняты. Потому что они приняты с 2016 по 2018, с 2016 по 2020 год и другие. Все достаточно просто. Но этим должны заниматься люди профессионалы. Спасибо. Пожалуйста. Ну, как говорят, берегите себя. Спасибо. Постарайтесь, да. Постарайтесь себя сохранить для осуществления этих планов. Вы знаете, мы говорим о каких-то таких, по-моему, разных совершенно вещах зачастую. Мы говорим о медицине, мы говорим о том, что нужно не просто интенсифицировать медицинское все дело, но надо повернуть это все совершенно в другое русло, в совершенно другое качественное дело. И говорим долго, нудно, тонем в этом сами. И если действительно не будет вот этой самой политической составляющей, которая называется верен-неверен, а мы будем говорить о профессионализме и о прогрессе в этом профессионализме, то, естественно, совершенно, что дело пойдет совершенно иначе. Революция, конечно, хорошо, но при этом, при всем, революция должна, как и Великая Октябрьская революция, юбилей, которая в этом году отмечает все непрогрессивное человечество, эта революция привлекла в результате специалистов, начиная от полиции, простите, и заканчивая медициной. Даже дедушка Ленин говорил, что кухарка не может управлять государством. Да. Спасибо большое вам, спасибо большое вам. И мы будем встречаться. Да, конечно.